Вот смотрите, задача какая? Сейчас еще скоро встречается квартира, где 2,50 от стяжки до потолка. Ну, 2,55 точнее. И наша задача, мы бьемся за каждый сантиметр высоты. У вас были такие запросы? На какую минимальную высоту вам удавалось опустить потолок? Ну, естественно, встречается такая. Но вообще минимальная высота может быть 2-3 сантиметра. Ширина профиля вот этого багета. Ну, это очень, так скажем, должна такая, так скажем, смесь быть обстоятельств, да, которые этому поспособствуют. Потому что должны быть и потолок, то есть плита перекрытая должна быть кровная, да. И, собственно, освещение должно быть соответствующее. То есть, это просто какие-то переломы. Накладные. Накладные. И еще несколько факторов, да. То есть, только тогда, ну, это если прям прям вообще хочешь, там, сантиметр, там, полтора. Ну, это мы, как дизайнеры, должны ему подсказывать, что не обязательно, там, 5-6-7 сантиметров, да. Мы сможем вам привести профессионалов, которые смогут вообще сэкономить ваше пространство. Если мы же какие-то световые, например, смотрим, опять же, нужно полагаться на их высоту, потому что в этой линии высота 40-ти. Есть такой же профиль с высотой 6,5 сантиметра. У них тоже разные функции маленькая, разный соскет, где-то тот, а если где-то тот, опять же. Но если где-то высота позволяет, лучше использовать профиль, собственно, тоже с высотой, потому что он свет по другому гостю. Есть возможность 4-5 сантиметра, в принципе, это, ну, 5-6 сантиметров, это стандартный средний выпуск тяжелого полака, ну, в зависимости от перепадового плана. И для удобства крепления бровка, потому что в среднем профиль 3 сантиметра, 3,5 сантиметра. То есть, алюминиевый профиль, с которым мы работаем, он где-то 3,5 сантиметра. То есть, в зависимости, опять же, от жесткости, от толщины стенки, у него есть определенная высота. Есть чуть меньше, а чуть больше. 3,5 сантиметра, в принципе, это максимально, да? Опять же, можно почерпить, что его можно держать, когда он что-то физически было, можно работать нормально, удобно. Порядка 50 сантиметров, 5-6 сантиметров, были такие ситуации, когда мы довольно сложные потолки, типа резных, да, можно найти, там, с дырчиками, ну, аккаунт у меня называется «Эплас», собственно, это программаркетчик «Колоковка», да, я раньше проверял, потому что все это под утюг, на маленькой армии в тренде, вот. Ну, мы пока просто тут, это мое название, это фильм. Там, в итоге, собственно, два слова «Колоковка» вытягивается, да? И, естественно, по высоте у нас потери должны быть больше чем обычно, да? Но были такие случаи, где мы умещали эти две пленки, там, расстояние – 6 сантиметров, 6-7 сантиметров. Мы, потому что получали тот же самый эффект, да? Вот это было расстояние, то есть эффект, так называемый, 3D, 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 бликов, т.д. При том, что эффект остался тот же, мы в высоте просто, так скажем, минимум делали. Что касается результата. Что касается двух уровней, у них есть какие-то цели минимумы, допустим, средние 13-12 сантиметров. Это что за глубина? Это высота гибаритная, допустим, этих двух порфирей. И от этого порфира с учетом, потому что у нас в другой части на стене будет этот порфир. То есть, уже пряжем от этого порфира. От того, насколько опускается этот порфир, опускается этот порфир. То есть, уровень, уровень, то есть, всякие другие. Здесь тоже, в зависимости от гибаритов, можно максимально поднимать порфирей. То есть, потолок двухуровневый, опускается где-то на 10 на 10 на 11. Опять же, в зависимости от профиля, с учетом профиля стенового. То есть, опять же, можно понимать, что у нас уровень, естественно, полосы опускается, да, это либо в период, либо, наоборот, где-то там, к середине, если мы распариваем какую-то плюс, то, изначально по плокальности, да, это как-то декоративно. То есть, это как-то давит, насколько плох не в целом, и вообще опускается, да, и величину, да, и локальную, так сказать. Вот, поэтому вообще, сугубо, индивидуально, вот, а зависит от порядка обстоятельств. Поэтому, можно и с заказчиком встречаться, и понимать, что он хочет, понимать возможность вообще натяжных порфир, и так далее, и так далее, и так далее. Еще вопрос, Максим. Хорошие ответы. Спасибо за подробные ответы.